Кино. Взгляд с экрана. Интервью Александра Зандера. Я вообще-то всегда отказывался давать интервью, сказал мне Виктор Цой, когда мы встретились с ним и с гитаристом кино Юрием Каспаряном. Так ж не знаю, нравится мне это или нет, но давай попробуем. И вот, включен телевизор, поставлен чайник и кухня заполняется дымом кубинских сигарет. Подкрашенные волосы у Юрия, прически пост New Wave, приглушенные цвета в одежде. Мы модная группа. Улыбаются они своими медленными улыбками, вкладывая в слово модное сразу несколько смыслов. Юрий в основном молчит, разделив свое внимание между нами и телевизорами. Виктор, чувствуя вероятную ответственность лидера, отвечает на мои вопросы. В свое время я был басистом в группе Палата номер 6. Впрочем, вряд ли это сейчас важно. Свои песни пишу примерно лет с 19. Первая называлась «Мои друзья», а затем весь тот материал, который вошел в альбом 45. В чем Виктор видит для себя и стоки творчества? Трудно сказать. Сейчас для меня это физическая потребность, как спать, например. Я могу просто смотреть в окно. Иногда толчком служит какая-то книга, фильм. Берешь гитару в руки, играешь на ней, просто перебираешь аккорды и вдруг находишь какой-то риф. Появляются слова. Вещь может совершенно меняться в процессе работы над ней, и я имею в виду и ритмический рисунок, и текст. Бывает, что фразы, слова, которые были сначала в одной песне, потом оказываются в другой. Может быть, даже служат поводом для написания новой песни. Вместе с тем, существуют разные тексты в смысле отношения к ним слушателей и в смысле моего подхода к ним. Например, вопрос, что означает для меня слово «Камчатка» – ничего конкретного, я там никогда не был. Оно лишь подчеркивает некоторую абсурдность текста и его фантастичность. «Камчатка» и «Алюминиевые огурцы» – это чисто фонетика. И, может быть, какие-то ключевые моменты, не свяженные между собой и имеющие задачу вызывать ассоциативные связи. Можно назвать это реальной фантастикой, но можно в какой-то мере сравнить этот подход с театром абсурда Ионеско. Только у нас не мрачное разрешение элементов в действительности, а более веселое. Но есть и другие вещи совершенно конкретной ситуации, например, бездельник, битник, в чем-то троллейбус, или время есть, а денег нет. Эту ситуацию может понять любой. До сих пор не утихают споры. Сколько все-таки у киноальбомов? Три или четыре? Второй по счету альбом «Начальник Камчатки» или третий? Что такое «46»? Есть даже люди, в основном, правда, из других городов, полагающие, что первый альбом назывался «Откинок» Инна. Первый альбом, который предшествовал нашему концертному выступлению, назывался «45». Назывался он так потому, что по времени звучания он длился 45 минут с первоначальной версией, с песней «Асфальт». Потом мне показалось, что это неудачная песня, мы ее оттуда убрали, а название сохранили. Этот альбом был записан в составе Виктора, Алексея Рыбина, Михаила Васильева и Бориса Гребенщикова, который продюсировал альбом. Борис сыграл гитарное соло в номере «Время есть, а денег нет» и на металлофоне в алюминиевых огурцах. Я считаю, что у группы кино три альбома. На данный момент «45», «Начальник Камчатки» и «Это не любовь». Вряд ли есть необходимость подробно описывать историю кино. Напомним лишь, что в начале это был дуэт Виктора Цоя и Алексея Рыбина. Такой состав просуществовал с конца 1982 по конец 1983 года. В какой-то момент в группе играли Цой, Рыбин и Каспарян, а затем Алексей исчез из состава. Когда мы договаривались с Виктором об этом интервью, он сомневался, будет ли комментировать этот момент. Но сейчас отвечает на вопрос, тщательно подбирая слова. Дело в том, что для меня отношения внутри группы были всегда очень важны. Важнее даже, чем музыкальные возможности того или иного человека. С Алексеем же в последний период нашего сотрудничества отношения были все более и более сложными. И это мешало работе. Возможно, играло роль то, что все песни на 45 были моими. Альбом сразу стал популярным. А Алексей человек, я бы сказал, с обостренным чувством лидерства. Я не стал бы ему препятствовать, если бы он захотел исполнять свои вещи на концертах. У нас был договор, что он подыгрывает мне, а я ему. Но вся беда в том, что за все время нашей совместной деятельности он не написал ни одной песни. Звери и несколько других были написаны раньше. Он также постоянно говорил, что он лучше меня поет, лучше аранжирует, лучше играет на гитаре. С последним я, правда, вполне согласен. Что же касаемо аранжировок, то на 45 в основном мои аранжировки. Ведь когда я пишу песню, я представляю себе, как она должна звучать. По поводу пения в рок-музыке давно уже сложилась традиция, что автор сам исполняет свои произведения. С этой точки зрения, мне не понравилось то, что Леша на концертах, которые он сам организовывает, исполняет мои вещи, не ставя меня об этом в известность. Кроме того, возможно, его представление о темах, звуке, несколько отличалось от того, что делало кино. И он говорил, что организует собственную группу, которая будет, по его мнению, круче. Ну, насколько мне известно, он говорит то же самое и сейчас. После относительно неудачного концерта в рок-клубе осенью 1982 года, Рыбин покинул группу. Неведомая ритм-секция, подыгрывавшая им тогда, исчезла так же, как и появилась. Ицой с Каспаряном ушли в подполье, иногда давая акустический концерт. Они пропустили фестиваль 83-го, прошло лето, осенью появились копии того, что в народе называли 46. То, что называют 46, рабочие записи, где мы играем вдвоем с Юрием. Мне очень жаль, что они разошлись. Во всяком случае, это произошло против нашего желания. Всю зиму 84-го ходили слухи о том, что кино записывает новый альбом, а в мае был фестиваль. Кино в составе Цоя, Каспаряна, Гурьянова и Титова выступило так мощно, что сразу попало в первую пятерку ленинградских групп. Курьезом сейчас кажется сомнение оргкомитета по поводу допуска группы на фестиваль вообще. Юрий уже был. Густав — это мой старый приятель. Я, собственно, знал, что он умеет стучать, но не знал как, и решил. А ладно, как-нибудь на фестиваль отыграем, но все оказалось гораздо лучше, чем я мог себе представить. И Густав отлично писался в то, что мы хотели делать. Александр появился с подачи Борьки в процессе записи альбома «Начальник Камчатки». Альбом «Начальник Камчатки» вышел почти сразу после фестиваля и породил очень разноречивые, но в массе своей критические отзывы. И несмотря на то, что там играли Курехин, Гременщиков, Бутман и другие известные музыканты. Одно время мне «Начальник» очень не нравился. Очень вялый по звучанию альбом, но любопытно, что сейчас, по прошествии более года, я замечаю, что такой звук, атмосфера занудства, входит в моду. Сезон 84-85 кино провело в концертной деятельности. Концерты были более или менее удачные, в зависимости от настроения, да? Но на фестивале 85-го все ожидали примерно того же, что и на предыдущем. Но оказалось, что у кино еще много неиспользованных резервов. Понимаешь, когда я смотрю на любую западную группу, я почти всегда вижу, что там освожденный вокалист. Когда я смотрю на группу рок-клубок, то ничего подобного не замечаю. Все заняты еще инструментом, гитарой либо клавишами. И это сильно снижает возможности. Мы не знали, конечно, что у Алисы будет Кинчев, но я думаю, что мы с ним не конкурент. Настолько у нас разный подход к сценическому движению. Но все же играть музыку лишь втроем намного тяжелее, добавляет Юрий Каспарян. Без ритм-гитары очень трудно. Да, возможно, с точки зрения музыки это было ошибкой, но с точки зрения зрительского восприятия это было намного интереснее, резюмирует Виктор. Летом 1985 года вышел альбом кино «Это не любовь». По своему звуку он был совершенно не похож на предыдущий, равно как и на фестивальную программу. Видишь ли, на этот альбом мы не возлагали вообще никаких особых надежд. Там собраны некоторые старые песни, «Весна», например, и вещи, предназначенные, так сказать, для внутригруппового использования. Дело в том, что возможности студии, в которой мы работали, были ограничены, так что в живых барабанах вопрос даже не стоял. Использован самый что ни на есть традиционный звук. Три гитары, никаких накладок, кроме одной вещи, и ритм-компьютер. В начале это отсутствие свободы выбора несколько угнетало. Но в процессе работы даже стало нравиться, и под конец записи мы, можно сказать, даже стремились к такому звуку. В общем, я могу сказать, что для тех условий, в которых мы работали, мы сделали все, что смогли. Разговор, естественно, начинает вертеться вокруг темы любви вообще и к женщинам в частности. «Любовь вообще, это слишком сложно сейчас. А женщины? Есть женщины, которых я люблю. К ним я отношусь хорошо. А есть такие, которых я не люблю. По отношению к ним я делаю вид, что отношусь к ним хорошо». Они оба с Юрием улыбаются. Это трудно передать. Всю ироничность Цоя, когда любая фраза начинается всерьез, окончается с такой интонацией, что не совсем понятно. Смеется он где-то внутри или нет? Скорее всего, и то, и другое одновременно. Подход к иронии глубоко закрытый. Когда пишу песни типа тех, что вошли в эту нелюбовь, мне очень смешно. По идее, мы предназначали это альбом молодым ребятам лет по 20, а оказалось, что эту иронию улавливают и более старшие люди, возраста 23-25 лет. Видимо, для более молодого возраста требуется повышенный драматизм ситуации. Может быть, поэтому молодежь так любит хэви метал, потому что им требуется максимум энергии. А куда же девалась вся фестивальная программа? Упорно поговаривает о том, что кино записало сразу два альбома, но один пока держит загашники. Он пока не сведен окончательно, туда как раз войдет фестивальная программа и, может быть, последний герой. Хотя он и записан с модным, но не звуком. Виктор улыбается. Но все же не показывает энергетических возможностей этой песни. Мы писали его в другой студии, но тоже практически вчетвером. Кое-где подыграл Игорь Бутман. Это будет ритмическая музыка, танцевальная. Может быть, альбом будет называться «Ночь». Трудно, наверное, перечислить все песни Виктора, где упоминается слово «Ночь». «Дождь для нас», «Прогулка романтика», «Кто будет моим гостем», «Последний герой», «Просто ночь» и так далее. Интересно, что это такое «Ночь»? Такое же важное понятие, как «Дом» для Макаревича или как «Любовь» для Гребенщикова? Ночь для меня – это особое время суток, когда исчезают все отвлекающие факторы. Но не только. «Ночь» наполняет меня ощущением мистики, все предметы, явления, вещи. «Ночи» становятся другими. Ты сам, наверное, замечал, что «Дневной человек» и «Ночной человек» один и тот же, разумеется. Но, тем не менее, это разные люди. Можно сказать, что «Ночь» дает мне чувство романтики. Известно, что кино неоднократно упрекали в примитивизме, монотонности вокала, в том, что в сущности они поют одну и ту же песню, но с разными словами. Но мы играем очень конкретную музыку. Гребенщиков, например, может позволить себе экспериментировать с трубами, скрипками, флейтами. По сути, это в какой-то мере импровизационная музыка. Я же не могу представить себе в моих вещах такого. Я их слышу и чувствую по-другому. Мне это просто не близко. Хотя и была одна попытка – сюжет с начальника. Звук на наших трех альбомах, мне кажется, достаточно отличается друг от друга. Хотя целостное звучание на каждом достигалось сознательно. Ну, а монотонность вокала – не знаю. Естественно, что были заданы традиционные вопросы относительно влияний, пристрастий и тому подобного. «Если говорить о Западе, то я слушаю такое количество музыки, что из целой пластинки мне может понравиться одна песня или даже один какой-то проигрыш». «И хочется сразу сыграть так же», – смехается Каспарян. «Нет, не так же, но…» «А из наших?» «Традиционный набор плюс джунгли и поп-механика». А если говорить о философии или взгляде на жизнь, то мне очень близок Майк, когда он говорит «Живи, как живется». Другими словами, то же самое говорится в «Дао-де-дзин», где излагается принцип «недеяние». Но это не означает призыва лежать на спине и плевать в потолок. Кино в последнем составе существует уже больше полутора лет. Стабильность группы – это всегда приятно, однако Виктор считает, что кое-какие трудности все же есть. «Мы трое, я, Юрий и Густав, очень большие приятели. Можно сказать, что мы чаще встречаемся по нерабочим, так сказать, вопросам. С Александром дела обстоят сложнее, он все-таки занят в аквариуме. Поэтому, возможно, скоро мы будем брать или дублера, или замену. Естественно, без каких-либо обид друг на друга. Почти хором говорят они вместе с Юрием. Но на ближайшем концерте мы, наверное, будем играть с Игорем Тихомировым из «Джунглей». Мы очень рады, что и ему это тоже очень интересно. Последние вопросы, как всегда, касаются планов и перспектив. Если будет возможность, обязательно возьмем клавишника. Или еще одного гитариста. Хотя клавишника хочется больше. Иначе придется повременить с окончательным освобождением меня от инструмента. Слишком бедно звучат песни в две гитары и барабан. Затем сложилось мнение, что Юра ничего не представляет из себя как гитарист. Тебе это может показаться странным, но я считаю, что он играет не хуже Ляпина. «Нет, ну Ляпин, все-таки Ляпин», — робко возражает Юрий. А мнение сложилось такое, потому что мы осознанно отказались от лишних длинных запилов. И выделение гитары как солирующего инструмента. Мы стремились к цельному звучанию всего ансамбля. Но теперь я вижу, что придется это мнение опровергать. Хотя еще раз хочу сказать, что мы любим лаконичную музыку. А в общем, планы и перспективы. Будем работать, а там будет видно. Мы модная группа. Улыбаются они дружно. Да, без кино трудно представить сейчас ленинградскую рок-сцену. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова